Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами пустые баночки последнего времени. Это не значит, что я их открыла в этом сезоне, вот сразу они закончились. Нет, некоторые я повскрывала давным-давно. Я прям поставила себе задачу позаканчивать все начатое. Так что сборная солянка, декоративка, уход и окончательный вердикт. Поехали! Довольно странная вещь это тушь от марки Huda Beauty. Мне стало интересно, на нее были такие противоречивые отзывы и вообще даже рекламная кампания с огромными ресницами, такими массивными, многих смущала. Сегодня я в последний раз накрасилась этой тушью. Результат вы можете наблюдать у меня на глазах. Да, это большие ресницы, да, это ресницы, с которых буквально капает тушь. И она такая двухсторонняя. Одна часть предназначена для того, чтобы разделить и подкрутить реснички. И щёточки обе силиконовые. Вот такая как бы ложечка, можно сказать, да, она изогнутая. Очень здорово прокрашивает реснички. Иногда я использовала только одну часть, иногда вторую. А сегодня наслоила одну на вторую, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит в итоге, если делать все по инструкции. И со второй стороны у нас такая массивная щетка, которая выглядит страшно, когда впервые открыла. Думаю, господи, как этим пользоваться? Я вообще думала, что я никак не протешу ей ресницы. Но на самом деле, когда мне хотелось больше объема, больше драмы на глазах, я использовала только эту часть. И вы знаете, ни комочков не было, ничего такого, что меня могло бы смутить. Но я люблю сильно прокрашенные ресницы. Сегодня даже для меня это чересчур. Но я просто хотела продемонстрировать, чтобы вы тоже имели наглядное представление того, как это может смотреться. Когда она была более свежей, то она наносилась легче. У неё была приятная кремовая формула. Сейчас она стала более густой. И я дала ей сегодня последний шанс. Понимаю, что это чересчур. Так что я с ней прощаюсь. И в принципе, она у меня не осыпалась. Она хорошо смывалась. Но если вот прокрасить так, как говорит худо, одно и второе, и вот так много всего наложить на глаза, то потом она может отпечататься, где-то размазаться немножко под глазами. Особенно если наносишь какой-то увлажняющий консилер и используешь более питательный уход под глаза. Это тоже имеет значение. Особенно если вы красите нижние реснички. Я больше покупать не буду. Мне было интересно. Тушь не дешёвая. Кстати, очень долго служила. Но есть гораздо более бюджетные туши, которые спокойно можно купить в каждом магазине. Я редко покупаю люксовые туши, поэтому попробовать попробовала. Но так, на один раз. Эту вещь я когда-то любила. Лет 5 тому назад или 4 года тому назад. Мне казалось, что это мега увлажнение. Это такая гелевая ультра увлажняющая маска от марки Kiehl's. Да, это неплохо, но здесь очень-очень большой объём. Её практически нереально использовать до конца, чтобы она не испортилась. Собственно, это и произошло. Я не могу пользоваться такой маской каждый день утром. У меня не всегда есть на это время. Вечером я чаще использую активную сыворотку и поверх мой любимый крем, нежели ночную маску. Для тех, у кого кожа обезвоженная, сухая, как вариант. Если найдёте где-то в миниатюре, то стоит попробовать. Но это прям ведро маски. И я думаю, что если она мне когда-то попадётся, я стану её пользоваться. Но снова не куплю. Очень часто спрашиваете меня об этом средстве. Оля, а какой шампунь от Виши ты использовала? Я как-то жаловалась вам, что у меня есть аллергия. И она периодически проявляется в виде зуда кожи головы. И это шампунь на самом деле против перхоти и против зуда. Перхоти у меня очень-очень давно не было. Может, когда-то в подростковом периоде. Но от зуда очень хорошо помогает этот шампунь. Его назначала у меня дерматолог. И сначала я использовала специальный шампунь, который продаётся по рецепту. Потом перешла на этот. И сейчас на всякий случай храню его. Вдруг там, не знаю, что-то произойдёт и снова начнёт чесаться. Раз-два помыла и всё проходит. И если использовать на постоянной основе, можешь немножечко подсушивать сами волосы. Но я то одно использую, то второе какие-то более нежные шампуни. И когда я чуть-чуть ощущаю, что начинает чесаться голова, этот шампунь сразу решает все проблемы. Поэтому, да, я продолжаю покупать. Даже несмотря на то, что тестирую разные, этот на всякий случай лежит в ванной комнате. Самая любимая зубная паста, которую я уже купила снова, попробовала другую, поняла, что не катит. Это марка Jason. Перечная мята. Очень хорошо освежает дыхание. И надолго её, также надолго хватает. Якобы без всяких вредностей. Должна отбеливать. Но мне кажется, что она просто поддерживает белизну и здоровье зубов. Я после последних происшествий с коронками, с зубными врачами и всякими там неприятностями уделяю особое внимание уходу за полостью рта. Поэтому купила. И теперь не изменяю этой пасте. Знаю, что она проверенная и рабочая. Самое время вспомнить о ретиноле. Сейчас идеальное время для кислоты и для ретинола. Но помните, что не перебарщиваем и восстанавливаем кожу. С ретинолом я сейчас, ну не то чтобы осторожничаю, но я не вижу какой-то острой необходимости использовать ретинол. Хотя это один из моих самых любимых компонентов в уходе. Именно на холодное время года. И помните о том, что беременным и планирующим беременность ретинол ни в коем случае нельзя. И даже после рождения ребёнка, пока вы кормите, ретинол мы убираем. Один из классных ретинолов, который мне понравился. Он у меня с прошлого года был. Осталось чуть-чуть на дне. Я сейчас вот несколько раз использовала. Просто бомбическая вещь. Это бренд Медикейт. Вообще большинство того, что я пробовала от Медикейт, это отличный уход. Мне подходит. Я, конечно, не брала. Всё подряд. Именно по типу кожи себя подбирала. И мне очень понравилось. Это такая маслянистая сыворотка, которая даже сама по себе в качестве вечернего ухода здорово и выравнивает рельеф, и убирает какие-то пятнышки. И кожа более разглаженная, более подтянутая. И также эта сыворотка, за счёт того, что здесь масла, но они не забивают поры, они не ощущаются вязкими, какими-то неприятными на лице. Но на утро, даже после одной сыворотки, кожа не облезает. Кожа не раздражённая, она не красная. Может чуть-чуть стать розовой после нанесения. Если используете там первые разы, то сделайте перерыв. Один вечер нанесите, потом три дня перерыва, чтобы посмотреть, как ваше лицо отреагирует. Здесь не очень большая концентрация. Но поверьте мне, этого достаточно для того, чтобы оценить все прелести ретинола. И кожа после этой сыворотки сияющая. Здесь 15 мл, я не помню. Она мне досталась в каком-то адвент календаре, или она продаётся по 15 мл. В любом случае, это однозначно та сыворотка, тот вид ретинола, к которому я вернусь. Потому что и масла здесь качественные, которые работают как бы на защиту кожи, на восстановление. А не те, которые закупоривают поры и создают такой парниковый эффект на лице. Нет, это совершенно другая история. Чудеснейшая баночка. Обожала её, у меня где-то есть такая же. Этот аромат я закончила в конце лета. И это один из таких беспроигрышных вариантов. Особенно, когда хочется хорошего настроения, такого чего-то нежного, ненавязчивого. Это бренд Dior, Miss Dior, Blooming Bouquet. Это их такая нежнейшая фруктово-цветочная композиция. Здесь и пион, и какой-то персик. Супер нежные, деликатные цветы. Я несколько раз описывала этот аромат. Это девушка весна, это девушка в летнем поле, возможно, где-то. И зелёная трава, вот эти нежные цветочки, птички порхают. Она в таком платье из натурального материала, и волосы развиваются на ветру. Это очень вкусно, это очень женственно, это очень, знаете, так универсально в хорошем смысле этого слова. То есть и на работе вы не будете никого напрягать этим ароматом. И вы сами с собой будете ощущать себя на своём месте. Если вы любите такие композиции, то есть это не что-то, что пшикнулось, задыхаюсь, капец. Ну, надо, чтобы все знали, какой у меня аромат, да. Это что-то ближе к телу, это не настолько шлейфово, но довольно стойко. Летом прям отлично, то есть нет такого, что тебя душит этот аромат. И не настолько он химозно-фруктовый, и не сильно, знаете, какой-то женственный такой, знаете, вот статусный что ли. То есть он такой и в пир, и в мир, и для классного лёгкого настроения я очень любила, и, между прочим, покупала два раза. Если хотите видео об ароматах, я сделаю, я обожаю описывать ароматы. Но не знаю, насколько сейчас такая тематика зайдёт, вот если я своими ассоциациями буду описывать каждый флакончик, который у меня есть. Но отпишитесь, возможно, стоит сделать такое видео. Я знаю, что девочки часто покупают парфюмы по моим каким-то описаниям, по моим обзорам, и вам подходят. Поэтому, если вы за, то я всегда с большой радостью. И также буду благодарна вам за поддержку пальчиком вверх этого ролика. Это очень мотивирует, и да, спасибо вам за обратную связь. ЦРВ-шечка моя пустая. Это гель для умывания, тоже без отдушек, тоже с гиалуроновой кислотой, с церамидами. Он пенится. И здесь ещё есть салициловая кислота. Предназначен он для сухой такой грубой кожи. Я не сразу с ним подружилась. Скажу вам честно, он ко мне приехал зимой, и по типу кожи он мне не особо вот как-то зашёл. Потому что мне казалось, что это жестковато. Когда потеплело, я переключилась на него, думаю, дай-ка попробую ещё раз. Потому что зимой мне больше подходит их крем-гель такой для умывания с зелёной этикеткой для сухой, очень сухой кожи. Достала летом, начала пользоваться, и поняла, что это крем-медикейт. Подождите, это маска. И поняла, что это умывалка, крем, ещё сыворотка с витамином С. Это вот то, что сделало моё лето, и у меня не было никаких траблов. Это очень хорошо очищает кожу, убирает остатки макияжа. То есть, всё в стиле ЦРАВЭ. И летом он классно убирает все вот эти SPF, которые постоянно обновляешь, когда более активно работают сальные железы. Вот мне показалось, что он делал мои поры чище. Прям понравилось. И когда станет тепло, я снова к нему вернусь. Он пенится, но не как сумасшедший. Просто, если вам нравятся средства, которые пенятся, имейте в виду, для жирной и комбинированной кожи на весь год, я думаю, что будет хорошо. А у кого суховатая кожа, обратите внимание на него летом. Потому что отсутствие прыщей и чёрных точек, благодаря этой штучке, меня просто несказанно радовало. Так что теперь у меня ещё один любимчик ЦРАВЭ в копилочку. Дорогое немножко, наверное, неоправданное удовольствие, потому что цена какая-то заоблачная за эти гели для душа. Это бренд Molten Brown. Это британский бренд. Но в оправдании я хочу сказать, что, во-первых, это не мыло в стиле лишь бы какое. Это тоже определённое настроение. И очень часто эти гели для душа встречаются в разных бутиковых отелях лучшего класса, в каких-то съёмных апартаментах. Вот мы, например, были в прошлом году в Португалии, и там тоже были вот эти баночки. И мой муж как-то увидел их, он там что-то другое покупал, тоже на Look Fantastic. И говорит, я увидел этот гель для душа, я его купила, какой-то бальзам там тоже для рук или для тела приобретал. И говорит, вот я мысленно переношусь в те ощущения, в то наше с тобой приключение. Вот ему как-то по кайфу иногда себя чем-то таким побаловать. Думаю, ладно, нравится, так нравится. Мне иногда эти гели для душа попадаются в разных коробочках Look Fantastic, в каких-то их адвент-календарях. И здесь, кстати, используются эфирные масла. Наверное, это тоже влияет на ценовую политику бренда. Вот такой небольшой бутылочки хватает на очень долго. Он такой концентрированный, он классно пенится. И это даже как своеобразная ароматерапия. Если получаешь такой подарок, скажем так, то это приятно. То есть ты помылся, и потом благоухает вся ванная комната. И даже если открыть дверь в спальню, например, то это тоже ощущается. Так что я всегда рада видеть вот эти гели для душа в своей ванной комнате. И с удовольствием пользуюсь. И, кстати, отдушки тоже такие небанальные. Это была роза и ревень. Такая кислинка и ненавязчивая роза. И вы нигде не встретите таких отдушек в гелях для душа. Это действительно нечто большее. Но это супер дорого. Это факт. То, что я вообще не поняла. Откуда он у меня был? Я его точно не покупала. Это пена для душа от Rituals. И, а, вспомнила. После карантина в нашей Сифоре я что-то купила. И мне дали супер подарки. Там была и палетка теней. И вот это я вообще аж обалдела. У нас никогда не дают каких-то промников толковых. Саше тебе напихают. В лучшем случае там, я не знаю, попадешь на какую-то акцию специальную. Но после карантина прям было супер приятно. Классная отдушка. Но я не понимаю кайфа. Вот честно вам говорю, что пена плотная. Но не такая, как для бритья. Но как-то я больше люблю использовать мочалки или мыло на основе масла шиза и херб. Мне нравится это как-то ни туда, ни сюда. Еще, блин, дорого. Поэтому нет. У меня было две таких пены. Одну мне подарили. Муж в каком-то наборе там подарил. А это мне дали бесплатно. Как говорится, нельзя тебе пожаловаться. Но использовала до конца за свои кромные. Покупать не стану. О, это был мой обожаемый крем от марки Dr. Jart. Это то, что меня пленило, покорило. Это крем с церамидами. Церамида это то, что мне необходимо для того, чтобы моя кожа не пересыхала. И также, чтобы не было прыщей. Как только не работаю над своим защитным барьером, все, пропало. Это был такой плотненький крем, который хорошо впитывался. Я наносила его как на ночь, так и когда похолодало, утром могла его использовать. И он не жирный, он какой-то вот такой необычный. И утром после него личико тоже такое суперкрутое. Поэтому, да, обязательно куплю его снова. Он стоит каждой-каждой копейки. Очень классный. Забыла сказать, что он еще и поры не забивает. То есть, с ним кожа по-настоящему чистая. Малыш. Стояло у меня небольшое количество геля от Эйзенберг. Тоже допользовала до конца. Это мой любимый продукт этой марки. И каждый раз, когда прохожу, где-то вижу по хорошей цене, думаю, возьму. Возьму, возьму. Это тот универсальный гель, который не пенится, но хорошо очищает кожу. Он и смывает макияж. И утром, вечером, когда там вам взбредет в голову, также не жжет глаза. И это было мое знакомство, знаете, с маркой. Это также был первый гель, который просто, вы знаете, очень бережно относился к моей коже. И я поняла, что я двигаюсь в правильном направлении. И уже прошло столько лет, и я до сих пор считаю его одним из самых-самых лучших. Как раз сейчас сезон для этого крема, смягчающий крем от ЦРАВЭ. Тоже с салициловой кислотой, также с гиалуроновой кислотой. И, конечно же, церамиды для сухой, огрубевшей и неровной кожи. У меня иногда после аллергии, вот когда уже ничего не чешется, но бывают здесь такие участки, где кожа более грубая. Я пользовалась этим кремом, и в самом деле он убирает такую кожу. И это супер такой питательный даже, можно сказать, крем. Он остается на коже долго. То есть, если вечером нанести, утром, если будете надевать джинсы скини, то вы, конечно, обалдеете, потому что кожа до сих пор будет такой увлажненной, защищенной. И вот как написано, для какой кожи? Для сухой, огрубевшей. Вот он такой максимально справится со своим заданием. Очень хороший, гелевая текстура, плотная такая. Я бы рекомендовала его наносить в небольшом количестве. Этого будет и так с головой достаточно. Обалденные патчи под глаза от марки Lancome. Линейка Genifique. Даже не патчи, это был такой патч, как маска Zorro. Очень хорошо увлажняет, кожа ровненькая, гладенькая. Даже крем после этого не нужен. Если вам нужно что-то перед каким-то торжеством или после, советую присмотреться. Я купила себе маску. Маску тоже очень сильно люблю. В принципе, я бы, наверное, в первую очередь купила маску, потому что она большая. Она все равно захватывает область под глаза. Так что это, знаете, как сразу, там, несколько раз подряд нанести вот эту сыворотку Genifique. Здесь также есть пробиотики, то есть и работа над защитным барьером кожи. И вообще замечательная маска, универсальная. Поэтому могу вам рекомендовать. Крем от SkinCeuticals. Тоже была концовка с прошлого сезона. Но я посмотрела, что срок годности 12 месяцев с момента вскрытия банки. Поэтому спокойно вылезала до конца. Тоже часто видите его во всех роликах, когда там упоминаю что-то о зимнем уходе. После каких-то процедур, восстановления кожи. Здесь церамиды и полезные жиры для нашей кожи. Но только это не тот крем, который наносит, что он жирный, неприятный. Вот как-то там катается по лицу. Нет. Несмотря на то, что он был таким плотненьким, я даже утром с большим удовольствием наносила его. И под макияж он всегда ведет себя прилично. И самое главное, что после него здоровая кожа. Он дорогущий. Вот очень дорого. Но это тот уход, на который мне не жалко потратиться. Потому что я знаю, что он отработает каждую копейку. Вообще SkinCeuticals часто создают такие формулы, которые не повторяются в других брендах. Они знают, как стабилизировать тот же витамин С. Что с чем сочетать, чтобы это было максимально эффективно. Чтобы меньше средств использовать. И при этом всем, чтобы нигде там ни в коем случае не ухудшить состояние кожи. То есть у меня не было ни одной агрессивной сыворотки или какого-то крема, который сделал бы только хуже. Просто нужно подбирать средства по проблеме. И для меня это идеальный зимний крем. Причем на утро и на вечер. Отшелушивающие пэды от бренда Indeed. С Бакучиолом. Бакучиол это супермодный компонент. Это якобы такая более безопасная, натуральная альтернатива ретинолу. И должна она делать то же самое. Здесь у меня еще остался один. Но он уже капец. Выглядит он так себе. Значит это были такие тоненькие пэды. Они были неплохо пропитаны. Но они не плавали в этой жидкости. И с одной стороны пэд гладенький, а со второй ребристый. И когда проходишь по лицу, то ничего собственно не происходит. То есть нет жжения, какого-то покраснения. И для меня он действовал так, как легкие кислоты. Например, какой-то легкий тоник. И этого было достаточно. Вы знаете, я не боялась пользоваться этими пэдами даже в теплое время года. И для меня это не то же самое, что ретинол. Возможно именно в такой форме у меня было мало пэдов. Мне мало с чем сравнивать. Но это не то же самое, что с сывороткой. Не то же самое, что ретинол. Но как альтернатива, например, кислотам. Или ретинолу-ретинолу. Возможно. И возможно это то, с чего хорошо было бы начать, например, свое приключение с какими-то более такими агрессивными компонентами. Поэтому на пробу да. И новичкам да. Кожа после них такая гладкая, ровненькая и отшелушенная. В самом деле текстура становится более такой ровной, более гладкой. Супер классный крем для ног от бренда Ойцерин. Покупала его на iHerb. Он гелевый, довольно быстро впитывается. Ну как, то есть ты не скользишь там где-то по спальне, если тебе куда-то нужно вдруг выйти. И утром хорошо восстановленные ноги. То есть они такие шершавые. И если регулярно пользоваться, то действительно сухость уходит. И тоже проходят все трещинки. Так что обязательно куплю его снова. Здесь и церамиды, насколько я помню. Да, мочевина это супер такой увлажняющий компонент. И молочная кислота, которая направлена именно на увлажнение. В общем, классная вещь. Это средство от бренда Анвен, от польского блогера, которое специализируется на уходе за волосами. И я знаю, что она очень многим помогла отрастить шикарные, здоровые волосы, восстановить их. И я вычитала, что это сыворотка для кончика волос. Это как, не то чтобы термозащита, было написано, что это защита от температур. И также, что у нее маслянистая основа, она выравнивает там как-то кончики волос. И короче говоря, тоже такое многофункциональное средство. И потом я вычитала, что защита от температур, это типа от мороза, от солнца, но это не термозащита. И да, она легкая, она приятно пахнет, здесь супер состав. Но эта зараза высушила мои кончики так, что я долго не знала, что с этим сделать. То есть маски постоянно какие-то. И я потом еще из дуру купила второе средство. Тоже вот этого же бренда, тоже линейка, только в форме бальзама. Это было ужасно. Я не понимаю, ну да, хороший состав, ну блин, оно должно делать хоть что-то. Стоит недорого, я как-то так сильно разочаровалась. Разочаровалась, прям долго пользовалась, потому что хватает небольшого количества на длину от середины уха вниз. У меня не сильно длинные волосы, но тем не менее, короче, я не поняла. Это сыворотка из моих фаворитов лета. Я укажу название в инфобоксе. Обязательно напишу вам, чем я сегодня накрашена, потому что возникает очень много вопросов. Я не хочу, чтобы вы оставались без ответа. Это такая двухфазная сыворотка с витамином С, и при нажатии помпы, да, это темный пластик, и здесь также помпа, это очень удобно. Это помогает надольше сохранить эффективность нашей сыворотки. Когда нажимаешь, вот эти две фазы смешиваются, и получается такая легкая маслянистая текстура, которая быстро впитывалась. И даже летом мне это не мешало, при том, что летом я все-таки предпочитаю текстуры полегче. Это было исключение из правил, это сыворотка со стабильной формой витамина С, и здесь целых три, то есть такая комбинация всего. И здесь также масло примулы вечерней, которое хорошо восстанавливает кожу и не забивает ее. Вообще масло примулы вечерней, это одно из тех масел, которые мне хотелось бы видеть в своем уходе. И с этой сывороткой в сочетании с кремом от Мэдикэйт у меня была самая красивая кожа за этот год. Поэтому для меня такое сочетание, дорогое, к сожалению, почему, как назло, оказалось самым действенным и самым оптимальным для моей кожи. То есть здесь витамин С не был таким вот, как просто аскорбинка наносишь, она работает как легкие кислоты. У меня был идеальный тон кожи, высыпаний никаких, если что-то там, ну не знаю, сама себе наделала на лице, это очень быстро проходило, при этом не пересушивалась кожа. Ну как-то не знаю, все настолько хорошо сложилось в этом дуэте, что мне обидно, что это закончилось, мне хочется еще и буду собирать деньги. Или буду просить на Новый год, я думаю, что такое комбо даже на день сейчас отлично бы зашло. Так что нужно собирать деньги, что я могу сказать. Крем от Мэдикэйт с витамином С и также с SPF 30, то есть я использовала этот крем днем. Между прочим, SPF здесь меня не раз спасал, у меня ни разу не загорало лицо и вообще после лета у меня все тело загорело, а лицо довольно бледное. Я потом догоняюсь автозагаром. Вообще сама марка такая профессионально нишевая, можно сказать, для тех, кто разбирается в составах и кто знает, за что он платит. Здесь такая приятная консистенция взбитая и при том, что он легкий, он очень хорошо увлажняет. Я не знаю, как с витамином С, потому что вся вот эта история в банке открыл, улетучился, но тем не менее он не забивал поры, он очень хорошо увлажнял и SPF здесь тоже работало. И не было у меня никаких неприятностей с кожей. Вот есть средства, которые не так, что, знаете, намазал и на следующий день ты другой человек, но ты понимаешь, что ты регулярно пользуешься, и это только во благо. И это как раз тот вариант. И в сочетании с сывороткой маслянистой даже сейчас могла бы пользоваться. Я прям страдала, когда это закончилось, потом начала что-то там пробовать, что-то добавлять, как-то по-другому, знаете, миксовать. И все никак не могу найти свое идеальное сочетание. И, наверное, нужно будет вернуться к нему и не баловаться. Не знаю, куда я смотрела и зачем я это заказывала. По рекомендации, на самом деле, тут Мика вздыхает, просто жизнь-боль. Спит, не может дождаться, когда мы уже пойдем. Это марка, которая представлена на iHerb. Здесь якобы хороший состав, и это, блин, скраб для лица. Чем я думала, я не знаю. Здесь очень жесткие абразивные частички, которые прям, знаете, сдирают с тебя кожу. Вот, ну не знаю, у меня такое впечатление было, что у меня микроцарапины. Очень неприятное ощущение, очень неприятная консистенция. К тому же, какой-то черный цвет, это было... Редко такое говорю, но это было отвратительно, честно. Совсем не понравилось. Не помню, сколько это стоило, наверное, долларов 8. Просто, знаете, взяла и выкинула в бусорку. Вот. И то, что мне также не понравилось, я вам об этом говорила, не нашла я применения этому баттеру от бренда Nubian Heritage. Я делала на него обзор и много классных находок. Но нет, мне нравится аромат и классный состав. Но что с тобой, если ты берешь, то настолько плотно, это настолько жирно, что даже когда ты разогреваешь это нечто в руках, начинаешь растирать по телу, это, короче, не впитывается. И потом попробую от этого отмой руки. Я не знаю, как таким можно пользоваться. Возможно, в качестве какой-то маски на руки или на ноги, на ночь. Но я такое не могу выдержать. Это супер жирно. Возможно, это для такой кожи, которой я еще не видала. Но не берите, если у вас не такая. Ой, это любовь моя. Сыворотка, о которой я постоянно думала, что я покажу в уходе, я покажу в уходе. И потом к этому моменту у меня постоянно все заканчивалось, только доживает до пустых баночек. Это сыворотка от марки SkinCeuticals, из линейки, которая предназначена чувствительной коже, которая склонна к покраснениям. И я всегда думала, что и зачем она мне? И потом, когда я начала наносить ее, она такая чуть-чуть гелеобразная, не совсем как водичка, и зеленого цвета. Сейчас просто уже незаметно в пустой баночке. И эта сыворотка так быстро убирает покраснение, вот когда кожа какая-то раздраженная. Но помимо этого, это бомбическое увлажнение. То есть это как комплекс, который работает. Я могу сказать, что эта сыворотка еще лучше увлажняет, чем, опять же, SkinCeuticals, только с витамином В5 и с гиалуроновой кислотой. Тут тоже люблю я, она довольно универсальная. Но если вы ищете нечто большее, что-то еще, то советую обратить внимание, в SkinCeuticals настолько разнообразный уход, и он между собой тоже хорошо сочетается. Поэтому если вы хотите подобрать что-то для себя, у вас без проблем это получится. Там для каждого типа кожи. И вот эта сыворотка подойдет даже тем, у кого, например, жирная кожа. Летом даже одной сыворотки будет достаточно после тоника. Она очень круто увлажняет, она не скатывается, даже под макияж. Все их текстуры – это мечта. Так что скажу вам по секрету, что я уже купила себе такую сыворотку, заказала ее онлайн. Тушь от марки Eveline, которая называется Varieté. Визуально они чем-то, может, немножко похожи с Cabaret от Vivienne Sabo. Обе люблю, не хочу какую-то из них прям сильно выделять. У ней действительно чем-то похожи щеточки. Мне показалось, что от Eveline чуть менее колючая, хотя я и на Cabaret особо не жаловалась. Но в общем, по форме они действительно где-то друг друга напоминают. И также формула туши. Мне нравится у одного бренда и у другого. То есть она не сильно жидкая, не слишком густая. И они у меня не размазываются обе. Вот эта классная, она суперстойкая. Она настолько хорошо разделяла реснички. Она каждый раз делала мне такие, знаете, прям крылья бабочки. Они неутяжеленные. Эта тушь не вызывает какого-то жжения в глазах, ощущение песка. Также хорошо смывается. И в принципе тушь беспроблемная. Мне раз ее присылали. И после этого я ее два раза сама покупала. Таких тушей мне хватает где-то на полтора месяца. Но я обильно прокрашиваю ресницы. И мне нравится тушь тогда, когда она свежая. Поэтому у меня свои заморочки. И она от начала до конца хорошо удерживала реснички. Она супер черная. Реснички разделенные. Они такие удлиненные. В них достаточно объема. Просто с ней все замечательно. Я видела, что на нее также очень хорошие отзывы. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.